Всем привет! Я сижу недалеко от границы Финляндии, в глухом, тёмном лесу. Тишина, только духи уходят вокруг. Я надел капюшон, чтобы с одной стороны спрятаться от духов, а с другой стороны, может быть, из-за того, может быть, для того, точнее, чтобы они приняли меня за своего. Похож я на духа. Похож. Я не сомневаюсь. Но Финляндия Финляндии, а я вспомнил о норвежской группе под названием Motorcycle, пластинка Ancient Astronauts, древние космонавты, 2022 год. Вот такие ребята. Тоже не похожи на духов, совсем. Лес, ночь, жуть, опять-таки. Но музыка совсем не лесная, а наоборот, весьма урбанистическая. Группа эта мне очень нравится, хотя к скандинавскому року я отношусь очень выборочно. Точнее, люблю очень выборочно. Отношусь я к нему хорошо. Я вообще ко всему отношусь хорошо, потому что я парень добрый. И в любой музыке ищу всегда что-нибудь хорошее. Ну, в каждой музыке есть какие-то хорошие стороны. Где-то микрофон использован правильный, где-то, так сказать, студия приличная и прочее, и прочее, и прочее. Нет, если серьезно, я всегда ищу хорошие стороны. И уж совсем забубенные группы есть, где я не вижу ни одной хорошей стороны. Я их иногда упоминаю, но речь не об этом. А вот «Моторсайка» мне очень нравится. Все альбомы, их у них много. Я слышал не все, все те, что я слышал, мне нравятся. Потому что все альбомы у группы разные. Абсолютно ни одного нет похожего на предыдущий или на последующий. Ну, многие скажут, что это ерунда, что все похожи, все играют скандинавский. На всех альбомах они играют скандинавский. Не знаю даже, как назвать рок. И правильно не знаю, как назвать. Потому что Бен Сеттер, который эту группу собрал в 1988 году, по-моему, он и сам говорит, что он не придерживается никакого стиля, а наоборот бежит от всех стилевых ограничений, от всех названий, боится попасть в обойму. Он боится, не попасть в обойму, он говорил, что он боится, что его назовут, приклеивают к нему, к его группе определения, какое-то там, прок-рок, симф-рок, дарк, дум, что-нибудь еще, и забудут про группу навсегда. Так бывает, да, потому что, а, моторсайк, а, ну это да, это вот этот прок-рок скандинавский. И все. И, в общем, группа умерла практически. Потому что, ну, вот эти определения, они нивелируют совершенно творчество и оригинальность. Тем не менее, вот эта пластинка, она меня зацепила. До этого меня очень зацепила пластинка Heavy Metal Fruit, гораздо более ранняя, по-моему, по-моему, 2007 год или где-то вот, где-то в тех краях. Там вообще полное безумие, о ней я расскажу обязательно отдельно. А вот это вот, вот эти вот древние астронавты, здесь песен немного, всего раз, два, три, четыре, одна из которых просто коротенький такой звуковой коллаж между двумя песнями на первой стороне. И стиль этой группы у меня не определись. Как Бен Сеттер пришел к такой полистилистике? Очень просто. В интервью он рассказывал, что сначала он увлекался джазом, тяжелым роком и ритмом-блюзом, как и все, да. Потом стал играть все-таки тяжелый рок, ну, в сторону металла, так называемого, да. Но когда он услышал психоделический рок, он очень много, очень много его шатало в разные стороны, он стал привносить элементы психоделии в свою тяжелую музыку, уже собрав группу Моторсайка. А когда на горизонте у них появились такие группы, как Блэк Флэг, они поняли, они, Бен Сеттер и они, поняли, что нужно все-таки что-то делать. Другое. Это все очень рутинно, то, что они играют в тяжелике. Есть группы гораздо более интересные, типа Блэк Флэг и там, Хаскер Ду. И немножко изменили свое направление. При этом обожали Grateful Dead. По слухам, даже однажды они, хотя Сеттер это опровергает, отменили концерт и поехали на концерт Grateful Dead, чтобы послушать психоделический рок, настоящий, корневой, изначальный и так далее. В том же интервью Сеттер говорит, что он не любит очень скандинавский. Ну, как не любит, а с юмором относится к группам всякого там black metal скандинавским, потому что для него это детский сад. Поскольку, говорит Бен Сеттер, мы любим ранние пластинки группы Swans, а весь этот black metal по сравнению со Swans, это мальчики в коротких штанишках. И прав. Вот это такая предыстория для тех, кто хочет ознакомиться с пластинкой древней астронавты группы Motorcycle. Что я могу сказать? Мне это очень всё нравится, несмотря на то, что первая вещь ужасно похожа на поздний Кинг Римсон, на очень поздний Кинг Римсон, времён там Power to Believe, например. И ничего страшного в этом нет, потому что эти парни, они любят Кинг Римсон, никогда этого не скрывали. Играть не копируя Кинг Римсон, а играть в том же стиле, это примерно то же самое, что играть, например, в духе группы Beatles. В духе группы Beatles играют десятки тысяч групп, и все они абсолютно разные. Абсолютно разные. Но я имею в виду хорошие группы. А Моторсайка идёт по стопам Роберта Фриппа позднего здесь. За исключением того, что фирменный гитарный звук, который выделяет эту группу из ряда скандинавских вот этих самых серьёзных музыкальных коллективов, очень грязный гитарный звук. Но он настолько кайфовый и настолько увязывается с чистым звуком ударных, с чистым басом, кстати говоря, вернусь к этому, с правильным пением, и так это убедительно, так это симфонично звучит, вы не поверите мне, пока не послушайте сами. Это очень здорово. И вот первая вещь, она такая а-ля поздний King Crimson с очень хорошей вокальной линией, гораздо интереснее, чем те мелодические построения, которые пел Джон Уэттон, например, в 70-х в King Crimson, но ближе к мелодике Адрина Белью, но более мужественно, более по-скандинавски, более так северно, северно, северно берет человек. Собственно, Сеттер и поет сам. И, конечно, Молотилова очень жесткая, очень жесткая, страшная и заканчивается хорошо. Из громкой ярости в такую меланхоличную лирику одинокого человека. Вообще, пластинка, это, на мой взгляд, как мне видится, она о современной цивилизации, о том, что происходит сейчас в мире. А это очень хорошо, потому что, когда в пластинке есть какая-то мысль, в музыке существует какая-то сквозная мысль одна, это очень интересно и говорит о том, что музыканты не тупые, не просто рубят бабло, а что-то хотят сказать человечеству. Записывали ее в достаточно сложных условиях, потому что так называемая пандемия, тьфу, прости, господи, я это слово терпеть не могу, ненавижу, конечно, перечеркнула планы очень многих людей, очень многих артистов, в том числе. И записываться пришлось как-то так наполовину удаленно, наполовину неудаленно. Тем не менее, пластинка была сделана и записана в основном вживую. Несмотря на то, что удаленно, неудаленно, живая игра все равно здесь везде, 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 везде. И это слышно, когда играется вживую. Между первой и второй перерывчик, небольшой, как я уже говорил, как короткая, такая очень психоделическая звуковая конструкция, я бы так сказал. И третье полотно начинается, если первая вещь была как поздний Кинг Кримсон, то третья вещь как ранний Кинг Кримсон, периода конца 60-х годов. с очень похожей мелодикой, с очень похожим гитарным звуком, там гитара не грязная, а гитара с чистым звуком и прямо вспоминается первый Кинг Кримсон. Но не похоже на Кинг Кримсон, опять-таки, а просто в том же духе. Для любителей вот этой музыки это просто бальзам на душу будет, на уши. И после вступления вот этого раннего Кинг Кримсона вдруг жахает, жахает и жахает перегруженная грязная гитара. Бас начинается круговерть басовых рифов. Она крутится, крутится, крутится. Плотность и громкость нарастают, нарастают, нарастают. И с каждой секундой ты понимаешь, что громче сделать уже нельзя. И мощнее сделать уже нельзя. Но следующая секунда ещё громче, ещё мощнее. И дальше ещё громче, ещё мощнее. И ощущение просто наступающего конца света, конца цивилизации, и это читается здесь, это читается, это слышно, это представляется визуально просто. И вот этот музыкальный кошмар, в хорошем смысле этого слова, но очень музыкальный, очень круто сыграно, очень тщательно продумано, и потрясающее взаимодействие между музыкантами. И когда вот этот кошмар становится уже абсолютно невыносимым, ты понимаешь, что всё, это конец, а дальше ещё невыносимый, бах, и вот это, таких пластинок я слышал мало, честно скажу, мало, это не просто шок, а какой-то супершок. И когда вот то, что было невозможно сыграть, всё-таки сыграно, мы видим картину постапокалипсиса. Всё на самом деле хорошо, травка зеленеет, солнышко блестит, речки текут, но никого нет. Такая музыка. Но никого нет, полное одиночество, остался только слушатель, который слушает эту пластинку, и больше никого нет. Ты остался один, парень. Ты один с этой музыкой, с солнышком, с речкой, с травкой. И хорошо ли тебе, неизвестно. А хорошо ли тебе, расскажут следующее произведение, которое занимает всю вторую сторону альбома. И там уже сказано много чего. Там из травка зеленеет, солнышко блестит. Из мелотронно, непонятно каких, синтезаторных звуков чудесных начинается игра на чистом звуке на гитаре, которая куда приходит? Конечно, к жаханию аккордовому уже с перегрузом, с дикой круговертью баса, и понеслось, понеслось, по-моему, минут 18 эта штука идет. И это не первая вещь такая, да, которая занимает одну сторону пластинки. Вспоминаем въезд там, Full Studio H, и въезд так многословно. Музыка даже не текст, я имею в виду, а музыка такая многословная, так всего много. Так много идей, так много гармонии, много мелодий. Все это меняется, меняется, меняется. И возникает ощущение какой-то болтовни такой музыкальной, музыкальная болтовня. А здесь нет. Здесь все конкретно, понятно. Ни секунды не скучно. Потому что и ритмы, и мелодика, и фразы музыкальные, все все время меняется. Все меняется. Играется одна часть, потом начинается другая. Но не многословная, а прямая и очень жуткая. И очень жуткая. Поэтому я надел капюшон, чтобы рассказывать об этой музыке. Послушайте Моторсайка. Подумайте о том, что происходит вокруг нас. Как себя правильно вести. А это важно. Потому что от поведения каждого из нас зависит то, что будет происходить с этим миром. И играйте ту музыку, которая может нам всем помочь. А эта музыка, она поможет. Потому что, несмотря на весь ужас, который там сыгран, она не безысходная. Я не скажу, что это музыка борьбы. Это музыка ощущения. Скорее, ощущения. А предупрежден, значит защищен. Пойду в лес. Пить. Пока. Поехали.